Я работаю здесь, езжу каждый вечер, на Артема я работаю, у меня здесь находится офис, живу я на Намыве, на берегу, чтобы вы понимали. Утром я как бы его не замечаю, пускай я там по времени вечером, я выхожу с 5 до 6, а бывает и до 7, мы всю зиму его стояли ждали. Ну за все это время я на нем ехала один раз, один. Сегодня вот лично я села на него, случайно попала возле завода Зари, я села на 83-й, он шел, там было 2 человека. А в котором часы, если вспомните, то есть он шел сюда? Да, в 3 часа дня. Он шел в корабельный? Да, он шел в корабельный в 3 часа дня. На завод Зари, а завода управления 15.00, да? Ну где-то, может, около того, около, без 15.00. Я села на него, от завода Зари я доехала, переехали мы Широкобальский мост и он поломился. И я вышла за мостом, дошла до креста и пересела. Потому что он стал медленно ехать, они сейчас будем что-то решать, я опоздна на работу, они там было 2 человека. Как он ходит вообще непонятно. А вообще какие-то вот увидят привилегии все-таки в таком вот маршруте? Не, ну для комбатального, конечно, с пересадками, конечно, есть, но только их всего 2 на маршруте. И что, кому они там спасают, кого? Ну то есть, если мы когда-то пытались помчала его ждать, его никто не ждет. Потому что бесполезно. Идет рабочка, люди стоят, живут всю зиму тут, каждый день, кроме субботы, воскресенья. Он не едет сразу, в смысле вы не субботы не ждете? Да, не ждем. Ну я никогда не, людей сколько не спрашивали, он не попадает на него никто, в принципе. И в субботу, и в воскресенье? Нет, в субботу, и в воскресенье он проход вообще не ходит. Он не ходит только в будние дни, и то они ходят полупустые и очень-очень редко. Я пыталась там у кондуктора как-то узнать их не график, потому что они говорили, что один идет там в полшестого, один там, ну вечером сюда выходит, сюда выходит. Второй там в шесть с чем-то. Мы ждали и до семи как-то однажды. То есть, маршруты, государство не может обеспечить, вот ходят маршрутки, какие они плохие, неплохие, но они ходят, и людей спасают и возят. А людей очень много. Ну вот так вот, очень плохо, их надо, либо должно быть много, а вот эти два это, ну бесполезно, они не государство, я так понимаю, не рентабельное, я так понимаю, два не накатанных маршрута, его сперва надо выпустить, накатать, как-то определенное время, как за границей. Есть каждое время, написано, будет через 15 минут, все, вопросов нет. Как даже трамваи ходят, у них есть графики, висят на этих остановках, когда идет семерка, там же есть такое, у нас же тоже это есть. Трамваи ходят чутко, я вам скажу, до минуты, вот написано 11.59, будет семерка, она может прийти в 58 даже, единица так же там, вот эти трамваи, есть какие-то бумажные, висят графики, как ходят трамваи. Ваш совет? Ну вот, пускай либо настроят, это наладят, потому что это, ну как бы, и для них же лучше, рентабельность, если они хотят помочь людям. Поставить объявления, график работы, как должны ходить маршруты, расписание пускай будет. Ну, чтобы люди знали, да. Чтобы люди знали, конечно. Не стояли зря. Да, но не без того, что он когда-то поломался какой-то, ну, значит, должен подойти другой и пересадить людей, обеспечить все город.